Санкт-Полкурите, пожалуйста. Пойдемте с нами. Статья 86.1. Пройдете, вам все объяснят. Старший стоит. Извините, я мастерый на 3-е. Вот там, отойдите, пожалуйста, там покурите. Хорошо, там покурим. Я не провожу один из них. Ничего. Я выложил чуть ли. Вот здесь можно по курить, а не можно по курить. Мужчина, вы журналист? Да. У вас есть? Да, у вас есть. Санкт-Петербург. Мужчина, я не могу положить. Дай мне 4-й положить. Да, ладно. Не, не, не. Не, 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 не. Я могу положить. Ну вы меня на снег вынете. Стороночку. Не мешайте сотрудник полиции. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы не злые, мы добрые, вы злые, мне кажется, на вас не написано, что вы злые. Мам, пожалуйста, не надо все. А почему вы решили сегодня не положить? Потому что мы сегодня вместе, просто вместе. Мам, мам, пожалуйста. А завтра не будет. Завтра мы рады ездить. Выходной день? Я уже ухожу. Сейчас я в ее колесе. Я в ее колесе. Какой закон еще раз скажите? Статья 8.6.1. Постановление Санкт-Петербурга. А, не закон 8.6.1. Постановление Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор остановил все ковидные ограничения. Да? У них еще не остановил. У них еще другие законы. Но мы живем по разным законам. У нас такая страна. Федеральная как бы закон. По престадке ковидных ограничений... Субъектов? Наши еще и видно. Субъектов? Выведевте. Субъектов. Выбедевте. Субъектов. просто попросили развернуть платок на мне был платок желто-синий они попросили его развернуть что это такое у меня всего лишь платок да он вот желтый синий мне вот как я так удалось дома найти такой платок меня попросили вы развернуть а потом попросили убрать его в карман а если не состоит труда можете пожалуйста показать платок ну тут просто такие вот прямо сейчас рядом я боюсь что сейчас меня еще заберут мне совершенно не хочется оказаться в полицейском участке как бы я не готова к таким конечно жертвам потому что у меня там еще есть несовершеннолетний ребенок и не хотелось бы куда-то на 15 суток или штраф там в 30 и в 50 тысяч рублей получить поэтому я не буду этого сейчас делать это бесконечная боль это чувство что жизнь никогда не будет прежний мир разрушился для меня самой главной ценностью всегда была родина мой дедушка украинец все вся моя семья украинцы но мы жили в россии мой дед своими руками поднимал целину если бы он был жив он бы наверное себя назвал русским но я себя русской назвать не могу я могу назвать украинкой но у меня ни одной родины больше не осталось это я не знаю как это вырасти